не могу сказать что всем доброй ночи пришла новость трагичная трагическая из моей родной сибири кемеровская область пожар в торговом центре погибло очень много людей у меня сейчас мой одноклассник находится там на тушение пожара в оперативном штабе погибло очень много людей он мне скинул фотографии видео это жуткое жуткое зрелище очень много детей прям некоторые дети семьями погибли то есть несколько детей с одной семьи и еще очень много людей числится пропавшими без вести сейчас идут там работы на одном из этажей где все за заволочено черным дымом конечно специалисты говорят что выжить нереально там они уже они еще некоторые помещения не зашли но уже заявляют о том что выжить там нереально то есть это говорят специалисты и очень давно этот торговый центр не проверялся контрольными службами в том числе мчс там пожарной службы потому что это объект малого бизнеса и там существует какие-то ограничения на проверку объектов малого бизнеса безусловно это жуткая трагедия должна стать нам всем жестким уроком и несмотря на то что действительно очень часто в россии существует злоупотребление при проверках и очень многие проверки призваны просто закошмарить бизнес но проверки быть должны просто обязаны потому что если в заведении там я не знаю посещает 5 10 20 человек не говоря уж о таком большом торговом центре это безопасность людей безопасность людей превыше всего естественно кто-то будет наказан за это естественно следственные органы установят и найдут возможных виновников этой трагедии которые допустили вот такое не должным уровнем противопожарно оборудованную историю но беда в том что это не вернет людей это не вернет детей это не вернет те взрослых кто погиб там это очень страшно когда на войне там в каких-то трагических событиях гибнут люди да это понятно это война это вот такая данность но когда уходит вот так я не знаю по чьей-то халатности по какой-то глупости там первоначальные причины называются что ябка якобы дети где-то с огнем неосторожно обращались точные причины будут озвучены позже когда будут установлены но даже если дети обращались но мы же видим в торговых центрах кучу всяких сотрудников это и охранники менеджер залов и сотрудники магазинов то есть все люди должны быть кто работает в таких общественных местах все должны быть подготовлены то есть все должны пройти курс там оказание первой помощи действий при чрезвычайных ситуациях то есть ну даже вот но в государственных учреждениях коммерческих организациях это все происходит и здесь видимо этого был не было сделано потому что и опять же как говорят очевидцы ну по информации оперативного штаба я напомню что в нем мой одноклассник работает сейчас он говорит что когда возгорание произошло когда стало понятно что местными там силами огнетушителями не справиться по громкой связи было сделано объявление что покиньте торговый центр очень много людей восприняли это как ну за учебную тревогу как иногда бывает это все то есть мы тоже с вами не подготовлены большинстве своем и это тоже очень плохо поэтому когда какие-то учебные тревоги проходят когда вас приглашают пройти какие-то курсы тренинги не всякая шваль вот эта которая как закадрить мужика или как что-то сделать а когда вас зовут на тренинге когда идет социальная реклама что пройдите курс оказания первой помощи пройдите курс действий в чрезвычайных ситуациях обязательно надо это делать потому что вы можете спасти свою жизнь и жизни других зная как грамотно правильно действовать при различных чрезвычайных ситуациях и сейчас просто сибиряки кемерово с вами скорбить вся страна это вот я не знаю мне за земляков особо больно это как так вот ушли люди ушли детки маленькие у кого все было впереди даже ну сейчас я еще раз повторюсь кто-то будет найден наказан возможно даже получит какой-то срок но это не вернет жизни и я считаю надо менять законодательство надо менять законодательство тотальные проверки должны быть всего и вся ну конечно чтобы они не превращались в инструмент отъема бизнеса из-за кошмаривания бизнеса при выявлении фактов коррупционных каких-то приошлении проверок тоже должны быть огромные срока без права на УДО должна быть неотвратимость реальное наказание но это страшно реально страшно 2018 год там 21 век да и люди гибнут в центре крупнейшего города в стране крупнейшего почти миллионника в торгово-развлекательном центре в котором мы ходим мы ходим мы водим детей неважно в каком городе в Кемерово в Нижнем Новгороде в Новосибирске в Москве мы же идем и мы подразумеваем что мы идем в безопасное место я призываю вас всех быть всегда предельно внимательными предельно собранными и в первую очередь самостоятельно заботиться о себе и знать как надо действовать в чрезвычайных ситуациях берегите себя храните себя и давайте ну кто верующий и даже кто не верующий давайте помолимся за тех кто погиб в этой жуткой трагедии и мысленно поддержим и помолимся за тех кто потерял своих близких это наверное самое страшное что может быть в жизни человека потерять близких потерять детей потерять родных такая печальная новость пришла и знаете меня кстати научил Владимир Вольфович Жириновский он всегда ездил там я всегда еду даже в хорошей машине я всегда готов к потенциальных ударов я еду и всегда я думаю чего напрягаться ехать но всегда надо быть готовым к тому что может случиться какой-то ЧП и всегда нельзя терять бдительность и потом я понял с годами что он был прав и сейчас вот я когда хожу куда-то куда-то семья уезжает там жена с детьми когда мы с детьми где-то идем я всегда иду я прежде чем идти я смотрю ну-ка там не висит ли сосулька а ну-ка не скользко или там а лестница неплохая а нас с вами никто кроме нас не позаботится поэтому вот такие вот страшные трагедии они должны быть нам звонком и уроком всем нам берегите себя и давайте помолимся за тех кто вот так вот трагично ушел сегодня из жизни в Кемерово и